Всем здарова! Рубрика жертва маркетинга на канале Покошуарим, и сегодня у нас опять вкусвилл. Вот такие две коробочки. Плов узбекский, лагман узбекский. Я, честно говоря, очень спокойно к такой еде отношусь. То есть, если вот так вот мое отношение, то я, пловчик, больше люблю. Лагман, ну ладно, окей, есть и есть, как бы куча людей любят такую еду, я не очень, честно говоря. Плов узбекский, замороженный, 300 граммов, производит все это Азиз Бухоро, Узбекистан, кстати, Ташкент, улица Чиланзар, С4-54, импортер Анисфуд. Короче говоря, ну естественно, вкусвилл он не может производить все, и для вкусвилла многое, что делается не силами вкусвилла, это абсолютно нормально. Вот, но тем не менее, продается это под брендом вкусвилл, соответственно, обзор он попадает под брендом вкусвилл, неважно, кто произвел. Вот и посмотрим, что продает вкусвилл у себя. Повторюсь, вкусвилл очень уважаю, магазин мне нравится, особенно их тархун натуральный, вот такой вот. А, и маракуйя, планакотта, маракуйя, Дим, пробовал с апельсином? Очень вкусно, надо тоже на нее обзор снять, короче. Ладно, давай разбираться с лагманом и пловом. Состав плова, к примеру, да, давайте начнем с него. Рис сорта Аланга. Аланга, морковь свежая, говядина, вода питьевая, говядина вообще не на первом далеком месте, то есть моркови гораздо больше, чем говядины, вода питьевая, масло, соль, горох, виноград, барбарис сушеный, ну все, то есть абсолютно натуральный состав, тут нет никаких вопросов. Кстати, срок годности, многие, наверное, обратят не меньше, 5 октября, хотя покупали мы совсем недавно этот продукт, срок годности 12 месяцев, замороженный плов может храниться столько же. Равно как и лагман. Лагман тоже может храниться 12 месяцев. Что с составом? Вода питьевая, лапша, мука, говядина, томатная паста. Тоже абсолютно натуральный состав, ни одной ешечки, ни одного какого-нибудь усилителя вкуса, то есть все как должно быть. Вариант сервировки. Вот как всегда все производители вот этой маленькой строчечкой начинают себя немножко обезопасить. Обезопасивать, что ли, обезопасивать. Вот так это выглядит на коробке, ну а как это выглядит по факту, посмотрим. И стали ли мы действительно жертвой маркетинга или нет, мы проверим уже по факту. Как правило, в таких замороженных продуктах нет ничего хорошего, потому что они разогреваются в микроволновке. А микроволновка убивает все, что угодно. Так, это плов. Лагманище. Лапша. Внизу замороженный бульон. Ну вот так это выглядит. Сейчас почитаем, как все это разогреть. Достать из коробки, проколоть верхнюю пленку, разогреть в микроволновой печи 4-6 минут при мощности 600 ватт. Как на микроволновке выбрать ваты? У меня, например, нет такого. У меня есть как бы просто типа мало, среднее, много и все. Ну, видимо, это что-то среднее такое. Ну, ладно, и проколем. Да, надо проколоть. А чем будем проколоть? Да, вилкой, конечно. Вилкой. Сейчас возьмем вилку и проколем. Вот так. Иди посмотри, как прокололось. Вот так вот я проколол вилкой. То есть крышка вверх не заморозилась. Не очень хороший пластик. Чем можно проколоть безопасно, чтобы все это осталось нормально? Ножом самура разве что. Вот я не знаю, сейчас это нормально, что так оно у меня поломалось или нет. Все, воздуху будет куда выходить. Отправляем. Так, мы подогрели продукты. Теперь мне вот это вот надо возиться в этом масле, короче, масле. Запах весьма неплохой сейчас по кухне разошелся. Но я уже вижу, что это такой очень, очень скромный лагман. Я не знаю, там, если в Узбекистане они делают такие себе лагманы, это очень странно, ребят. Такого быть не должно, конечно. Понятно, что на продажу, а вот, вот это снялось неплохо. Ну, про плов я вообще ничего говорить не хочу бы, потому что мы видим, сколько здесь мяса. Сколько здесь мяса отсутствует. Тут довольно много отсутствует мяса. Я бы добавлял, конечно, гораздо больше. Так, тут что это такое? Это курдюк кусками или что вот это? Или это картошка? Если это, как бы, жир, то это не сильно приятно. Так, ну, лагман, лагман вообще пустой. То есть, я тут, блин, ну не вижу мяса. Тупо нет мяса. Есть, да, бульончик, как бы, ну, то есть, это такой лагман, это полусуп, получет непонятное. Полувторое блюдо. Но все-таки оно должно быть ближе к второму блюду. Опять кусок чего-то. Мяса крайне мало. Вот реально, мне кажется, в какой-нибудь дошираке или роллтоне вот эти вот соевые кусочки приблизительно такого же размера. Вот все. Все мясо, которое есть в лагмане. Ну, ну такое. И очень ярко выраженный запах перца черного идет от этого блюда. Что же вот это такое за шматки? Не, это, это, это не сало. Походу лук, просто он в бульоне, у него такой немножко кисловатый привкус получился. Короче, это лук, нарезанный квадратиками, надо же. Ладно, давай попробуем лапшу. Лапша вроде даже ничего сваренная такая. Очень странная фигня. Я как бы лагман. У нас вот здесь вот ребята открыли недавно, недалеко от дома у меня. Ну, просто узбеки открыли свою кафешку на вынос там. Ну, и там люди тоже могут покушать, посидеть. Я, как и говорю, я небольшой любитель лагмана в принципе. Мне кажется, это странно. Я когда не могу понять, второе это первое, меня все время колбасит от этого. Я люблю определенность. Плов в этом плане мне нравится больше. Не этот, а вообще. Ну, и вот у них я лагман брал пару раз, но ты знаешь, ну, как-то вот, ну, как-то ароматно. То есть, там, кинза, там, что-то такие ароматы какие-то интересные. Это просто лапша с жирным бульоном и с отсутствием мяса в принципе. То есть, ну, тупо макароны поесть, ну, можно. Нет, нормально они сварены. То есть, это продукт, который можно съесть, он не противный. То есть, я в своей жизни замороженных продуктов, именно противных, видел довольно много. Это не противно, это съедобно. Но в целом, это какая-то пародия на лагман, несмотря на то, что готовили это в Узбекистане. Я не знаю. Мне не нравится, потому что это в принципе лагман. И мне не нравится конкретно этот лагман. Короче, вот такое у меня отношение. Ладно, окей, давай попробуем плов. Тоже максимально скромный пловчик. Тут вот, как написано, и говядина, и баранина. Я не знаю, как среди вот этих вот пяти кусочков мяса можно внести какое-то разнообразие. Здесь, ну, видимо, да. Запах баранины особо какой-то не идет. Вот один нут. Он в составе написан. Вот он, нутик. При этом рассыпчатый получился рис. Тут надо отдать должное. То есть, после разогрева он не сильно пострадал. Вот это вот желтое, это что? Вот это морковь, наверное, желтая. Или нет? Вообще похоже на какой-то имбирь или топинамбур, блин. Что это такое? Цвет плова не сильно аппетитный. То есть, он тупо белый. Обычно, когда плов дома готовишь, он там от моркови, он такой красненький, красивый становится. Но это, видимо, фишка, может быть, узбекского плова. Я не очень в этом компетентен. Короче, даже еще раз прочитав состав и найдя здесь оранжевые кусочки моркови, их мало здесь, я предполагаю, что желтый это все-таки нифига не морковь, а что это, непонятно. Дай попробую. Что это такое? По консистенции это как будто тыква, честно говоря. Может, это тоже лук, я не знаю. В любой непонятной ситуации, я не знаю, что это. В узбекской кухне, видимо, в замороженной, это, скорее всего, будет лук. В общем, непонятно, что такое желтое вкрапление. Ну, давай отведаем. Слушайте, а я вам скажу, что это очень съедобно. Плов мне действительно вкусный и по специям хорошо, и рис отлично сварен, и мясо, несмотря на его количество, как бы вкусное и мягкое. Как я и предполагал, с пловом узбеки накосячить просто не могут. А лагман, он лагман, лагман мне не понравился вообще, плов прям даже понравился. Надо же. Пожалуй, неплохо, 300 рублей. По поводу цен, значит, 144 рубля стоит лагман, и 160, сколько? 158 или 168 стоит плов. Плов дороже, но плов вкуснее. То есть, если уж выбирать, то я бы, конечно, купил плов, а лагман бы ни за что. Вот, и, значит, я, как самый главный зануда среди обзорщиков, да, я люблю вести всякие рейтинги. И я понял, что вот в жертве маркетинга у нас была огромная таблица продуктов, где я вставлял оценки. И это было хорошо, потому что любые рейтинги – это клево. Рейтинг по кашеварям, он вообще уже существует как бренд. Но вот в плане доставок, да, рейтинг по кашеварям уже люди забивают. Рейтинг доставок по кашеварям. То есть, люди это ищут, заходят на наш сайт, смотрят рейтинг доставок. То есть, это полезно, и мне нравится быть полезным. Поэтому дальше жертва маркетинга будет у нас с рейтингами. Наверное, заново нам придется ввести эту таблицу. Но все, что будет попадаться у нас в этой рубрике, будет заноситься в общую табличку с критериями. А критерии у нас простые. Это вкус, натуральность и цена. Все, будет три критерия. Итак, значит, вкус, натуральность и цена. Вкус плова. Это определенно четыре. Мое мнение, вкусный плов. Лагман это два. Мне не понравился. Натуральность. Две пятерки за обпродукт получают они. И цена. Или цена, качество, как хотите, воспринимайте. Я считаю, что плов заслуживает, в принципе, наверное, четверки. Лагман заслуживает тройки. И тот, и тот продукт, они, в принципе, как продукт, они нормальные. И даже после заморозки и разморозки, они не сказали, что стали хуже. Поэтому решение такое. Четыре и три балла. Плов, короче, выигрывает в этом батле. Хотя это был не батл. Короче, будет где-то табличка выложена. Или, может, просто, блин, разместим тупо на Яндексе и все, что. И ссылку, или на Гугле. Короче, разберемся. Ссылочка будет на рейтинг, который мы заново будем ввести в описании к ролику. Спасибо, что посмотрели. Жертву маркетинга. Вкус вилл в целом, не сказать, что подвел. Но, с другой стороны, не особо порадовал. Все-таки по сравнению с тархуном. Ой, обожаю их тархун. Боже мой. Вот это все такое посредственное. Всем пока. Пловчик, ну, что? Ну, вкусный плов, что? Я сегодня поужинал. Давайте так. Мяса мало. И там, и там. А так нормально. Они с фуд.